Дюдо. Мягкий путь немягких людей. Японская спортивная единоборство, в котором бобручанам нет ранок в стране. Хаджимэ. Две золотые и одна бронзовая медали. Это вклад бобручан в общую победу Могилевской области. На республиканской спартакеаде школьников в Жодино наши спортсмены выложились по полной и сделали невозможное. Как итог, 180 командных очков и кубок чемпиона. Готовились, скажем так, было очень жарко. Тяжелые тренировки для них, конечно, были. Ну и тяжелые погодные условия. Но ребята выдержали это все и, в принципе, порадовали меня и вообще выступили просто замечательно. Одним из триумфаторов спартакеады стала Софья Цверко. Для девочки Дюдо целая жизнь и вдохновение. В копилке наград, медали с республиканских и международных соревнований. Но все же к этому старту, признается юная спортсменка, она готовилась на протяжении всего года. Изнуряющие тренировки и несломленная воля к победе – вот составляющая успеха. У меня была буря эмоций. Мне так стало радостно, легко на душу, что я отборолась и стала первой. Еще одну золотую медаль и звание чемпиона страны завоевал Артем Галамака. 14-летний мальчик, как и другие воспитанники «Динамо», отмечает. За громкими победами и успешными выступлениями на татами стоит их тренер. Он растит спортсменов с особой философией и по принципам японского боевого искусства. Недаром дюдаисты в столь юном возрасте намечают для себя амбициозные планы. Мне хочется выиграть чемпионат мира и в будущем отобраться на Олимпийские игры и выиграть их. Еще одну награду с бронзовым отливом в копилку положил Денис Олешкевич. На достигнутом спортсмены останавливаться не собираются. В ближайших планах дюдаистов взять медали на первенстве Европы и чемпионате мира. Максим Кембель, Максим Галеонко, Бобруйск, 360.